Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день тех, кто смотрит нас сейчас в онлайн-режиме, будет просматривать позже нашу сегодняшнюю встречу. В цикле мероприятий, круглых столов, брифингов, посвященных проблемам противодействия коррупции в нашей республике, сегодня очередная встреча. Она будет несколько смешанной по тематике. Мы будем говорить о том, как в этом направлении работают органы юстиции. И на примере одного из крупных, серьёзных, заметных районов нашей республики узнаем особенности того, как можно строить эффективную работу по противодействию коррупции. Я представляю наших гостей. Это начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по республике Татарстан Гульнара Ильдусна Сергеева. Добрый день. Первый заместитель, я прошу обратить внимание, потому что на табличке у нас есть ошибка, первый заместитель министра юстиции республики Татарстан Сергей Николаевич Сталеров. Добрый день. Глава муниципального образования города Елабуга Геннадий Егорович Емельянов. Вы его хорошо знаете. И я думаю, будет крайне интересно узнать о том, как идёт работа сегодня в Елабуге. И заведующий организационным отделом управления президента республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Алексей Юрьевич Панкратов. Добрый день. Алексей Юрьевич, давайте мы с Вас начнём. Несколько слов об особенностях сегодняшней встречи, той темы, которую ведут наши гости. И далее мы передадим слово уже непосредственно участникам встречи. Добрый день, уважаемые журналисты. В сегодняшней конференции мы решили посвящить юридическим аспектам профилактики коррупции. Как Вы знаете, довольно много направлений эта работа в себя включает. Но достаточно серьёзная основа всей этой работы – это как раз юридическое обоснование. Напомню, что с 2006 года в Российской Федерации принят целый пакет антикоррупционных законов и нормативных правовых актов. Мы в Республике не отстаём от Российской Федерации. Во-первых, у нас есть своё законодательство. Во-вторых, мы в связи с принятием федеральных законов вынуждены вносить изменения в республиканские нормативные правовые акты, что мы, в принципе, стараемся и делать. На сегодняшний день практически все вопросы решены, но законодательство не стоит на месте. Как Вы знаете, буквально не так давно был принят федеральный закон о контроле расходов должностных лиц. В этой связи мы в Республике также внесли изменения в закон о государственной гражданской службе Республики Татарстан. Он был дополнен специальной статьёй о представлении сведений о расходах. И буквально на днях, в начале ноября, был издан указ президента Республики Татарстан о мерах парализации отдельных положений федерального закона о правительстве коррупции и о контроле за ответственным расходам, замещающих в государственной должности лиц и иных лиц их доходам. Ну, вот буквально так, в двух словах новелла заключается в том, что мы, наконец, определили, кто принимает решение об осуществлении контроля за расходами. То есть, если речь идёт о лицах, замещающих в государственной должности, это у нас министры, вице-премьеры, за исключением премьер-министров, то такое решение будет принимать руководитель аппарата президента Республики Татарстан. А то, что касается государственных органов, то там непосредственно министры. Основанием для принятия такого решения, я тоже напомню, является информация о том, что лицо владеет активами, недвижимость, акции, ценные бумаги, транспортные средства, стоимость которых превышает совокупный доход семьи должностного лица за три последних года. Ну, условно говоря, если он покупает какой-нибудь майбах за 3,5 миллиона, а совокупный доход семьи составлял 3,1 миллиона, сто, то он 400 рублей должен будет объяснить, откуда деньги. А более того, эта информация в дальнейшем будет проверяться. То есть контроль, в принципе, как раз и подразумевает собой введение проверок. Процедурные вопросы крайне важны, без них было практически невозможно все это осуществлять. Второе направление, которое на сегодняшний день есть, имеется, и здесь есть также подвижки, это лица, замещающие муниципальные должности. То есть, ну, во-первых, на них федеральная законодательность тоже, опять-таки, не так давно распространила практически все ограничения и запреты, связанные с антикоррупционным законодательством, в том числе и по контролю расходов. Но самый элементарный вопрос, глава района муниципального, это, ну, своего рода президент для страны, вот глава района, президент для своего района. Президент контролирует, кто может, кроме самого президента, то же самое с главой. Поэтому возникали вопросы, то есть, вот, а если вдруг возникает необходимость провести контроль расходов главы, то кто будет рассматривать потом результат, кто будет принимать решение. Федеральный законодатель решил это таким образом, что наделен правом в движении такой инициативы об удалении главы в отставку или принятии каких-то других мер, либо, значит, Совет муниципального района, либо президент республики. Но вот по Совету мы вмешиваться в полномочия местных органов самоуправления не имеем права, а то, что касается президента, буквально на днях состоялось создание Совета по президенту про действие коррупции, в котором утвержден регламент работы комиссии, наделенный вот соответствующими полномочиями, утвержден ее состав. Так что, вот, знайте, что отныне у нас в республике такая возможность, как проведение определенных коллегиальных рассмотрений вопросов, связанных с главами, тоже появилась. Есть федеральная норма, допустим, обостранения от должности или увольнения от должности государственных лиц. Опять-таки есть вопросы о том, как это сделать, как это сделать процедурно. В общем, я к чему все это так вот подробно вам рассказал? К тому, что без решения юридических вопросов антикоррупционный законодатель работать, ну, просто до конца не может. То есть любой закон требует после себя подзаконных нормативных правовых документов, определяющих порядок, полномочия, компетенцию. Все эти вопросы относятся к органом юстиции, которые сегодня представлены. Я должен сказать, что в республике действует по счету вот уже у нас третья антикоррупционная программа. Они начали действовать с 2006 года, на следующий день заканчивает свое действие третья очередная программа. Через год она закончится свое существование. За период действия законодательства этих программ на их реализацию из бюджета республики было выделено 29 миллионов рублей, из которых вот 13,5 – это на действующую комплексную республиканскую программу. Ну, могу авторитетно утверждать, что ни одна из этих денежных сумм не была потрачена впустую. Непосредственно контроль за исполнением этой самой программы у нас ведет в Министерстве юстиции Республики Тарстан. Это, в принципе, непосредственно их компетенция в части антикоррупционной работы. И поэтому я, наверное, предлагаю как раз передать слово присущему здесь первому заместителю министра юстиции Республики Тарстан, чтобы он подробно мог рассказать вам об этой программе. Спасибо, Алексей Юрьевич. Вы, конечно, очень правильно сказали, что Республика Тарстан идет в русле общефедеральной борьбы с коррупцией. Но я скажу даже больше того, мы зачастую идем даже впереди Российской Федерации по вопросам борьбы с коррупцией. То есть для начала хочу вам напомнить о том, что Республика Тарстан – это регион, где закон о противодействии коррупции был принят уже в 2006 году. То есть на два года раньше, чем аналогичный федеральный закон. То есть уже федеральный закон в какой-то степени использовал опыт нашей Республики в этой сфере. И действительно у нас реализуется уже третья по счету антикоррупционная программа, рассчитанная на 2012-2014 годы. Ну и, так сказать, не хваляясь, но объективно оценивая эту программу, должен сказать, что при проведении анализа практики реализации программ противодействия коррупции в субъектах Федерации в 2012 году, наша программа получила высокую экспертную оценку Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Ну, как я понимаю, моя задача здесь рассказать о этой программе, о том, как она реализуется, что нам удалось достигнуть, что нам не удалось достигнуть. Ну, сразу скажу, программа, она очень объёмная, там она предусматривает порядка 200 мероприятий по предупреждению коррупции, поэтому я постараюсь уж пробежать по ней, так сказать, быстро, оперативно, с тем, чтобы вы имели возможность задать вопросы. Контроль и реализация программы существует наше министерство, то есть Министерство юстиции Республики Торстан. Ну, сразу, чтобы как-то отграничить круг вопросов, я должен сказать, что в соответствии с федеральным законом понятие противодействия коррупции, состоит из трёх элементов. Во-первых, это предупреждение коррупции и профилактика коррупции. Второе, это борьба с коррупцией, то есть выявление, пресечение, раскрытие, расследование коррупционных правонарушений. И третье, минимизация или ликвидация последствий коррупционных правонарушений. Я знаю, что журналистов больше всего интересуют, конечно, конкретные факты. Сколько человек у нас в республике было привлечено за коррупционные правонарушения, какие там реальные сроки лишения свободы они получили. Сразу хочу сказать, что в программе, за которую отвечает наше министерство юстиции, данные мероприятия не содержатся. Это вопросы к силовым, так называемым, структурам. То есть это и Следственный комитет, и Министерство внутренних дел, и прокуратура. Мы занимаемся профилактикой коррупции. Эта программа призвана для профилактики коррупции. То есть, как вы знаете, пожар легче предотвратить, чем потушить. Так вот эта у нас программа, она предназначена именно для предотвращения. То есть, если вы меня будете спрашивать, а сколько в таком районе человек там привлечено за коррупцию, я вам ответить не смогу. Это компетенция соответствующих силовых органов. Еще раз повторяю, наша программа – это профилактика коррупции. Ну и так, теперь коротко об этой программе. Цель этой программы – это снижение уровня коррупции во всех сферах действий государственных, общественных, институтов Республики Тарстан, устранение причин ее возникновения. Программа в первую очередь рассчитана на государственных служащих, область исполнительной власти и муниципальных служащих. То есть, основной сектор профилактики коррупции у нас направлен именно на те сферы, в которых коррупция наиболее часто проявляется. Первый блок вопросов, на решение которых направлена программа – это нормативно-правое организационное обеспечение антикоррупционной деятельности. Ну то есть, проще говоря, создание необходимой нормативно-правой базы. Тут же Алексей Юрьевич сказал, в этой сфере у нас дела обстоят, ну так сказать, достаточно благополучно. Задача формирования в Республике нормативной правовой базы, она выполняется. То есть, если принимаются какие-либо федеральные законы, вы исполнение их в Республике принимаете свои законы, подзаконные нормативные акты, акты муниципальных образований. То есть, нормативное обеспечение программы у нас идет в принципе по плану. То есть, каких-либо провалов, что тот у нас отрегулирован, тот у нас не отрегулирован, я вам сейчас назвать не могу. Во-вторых, это создание организационных условий для недопущения коррупционных проявлений со стороны государственных и муниципальных служб. Ну, какие основные методы создания вот этих условий? Это, во-первых, функционирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению, урегулирование конфликта интересов государственных служащих в органах госвласти и муниципальных служащих в органах местного самоуправления. А также создание функционирования комиссий по противопротивлению коррупции при руководителе государственных органов и муниципальных районах. Вместе с тем, проверки реализации программы государственных органов и муниципальных районах показывают, что у нас в республике, к сожалению, имеются еще различные подходы в организации работы данных органов. Но где-то можно наблюдать активную заинтересованную позицию в работе указанных органов, как, например, в Бугульминском районе, в Лабужском районе, в набережных Челнах. В некоторых районах мы видим недостаток внимания и, к сожалению, формализм в работе. Но нужно сказать, что комиссии, о которой я сейчас назвал, мы, проводя проверки в районах, нацеливаем на открытость работы этих комиссий по борьбе с коррупцией и по конфликтам интересов. Ну, определенные продвижки здесь имеются. Результаты работы этих комиссий стали открыты, доступны для пользователей сети интернет. В органах исполнительной власти, к сожалению, деятельность комиссии по противодействию коррупции даже немного менее активна, чем в муниципальных районах и городских кругах. В этом плане муниципалы у нас являются даже более продвинутыми в сфере борьбы с коррупцией. То есть именно по вопросам организации данных комиссий. Как правило, антикоррупционные комиссии в муниципальных образованиях имеют более широкий состав, включают себя представители средств массовой информации и рассматривают более широкий круг вопросов, что обусловлено широтой вопрос местного значения. Ну, вот интересен опыт в комиссии при мэрии города Набжин-Челнэй. С 1 января нынешнего года заседание указанной комиссии можно наблюдать в режиме онлайн, в специальном городском сайте. Ну, надеемся, что эта практика будет в дальнейшем принята другими районами нашей республики. Следующее направление программы – это антикоррупционная экспертиза нормативных паровых актов и их проектов. Ну, наше министерство осуществляет антикоррупционную экспертизу нормативных паровых актов, на которой мы даем исключение. Об этом я особо останавливаться не буду, только хочу сказать о том, что все поступающие к нам проекты нормативных паровых актов, будь то проекты постановления кабинета министров, проекты законов республики Торстан, которые вносит правительство, проходят антикоррупционную экспертизу. То есть наши специалисты эти законы изучают, проекты в первую очередь, на вопрос наличия в них коррупционных факторов. То есть принятие этого закона будет ли каким-то образом создавать, ну, скажем так, лазейки в законодательстве для коррупционеров. То есть на самой ранней стадии в процессе антикоррупционной экспертизы наша задача – это пресекать данные правонарушения. Ну, не загружая вас цифрами, могу сказать, что за 9 месяцев нынешнего года проведена антикоррупционная экспертиза 4750 проектов нормативных правовых актов из 171 действующего нормативных правового акта. И в 13 проектах нормативных правовых актов и в 8 актов выявлены коррупционные факторы. Ну, если выявляете коррупционные факторы, мы составляем заключение и направляем это заключение тому органу, который разработал данный законопроект для того, чтобы они были устранены. Ну, и, в общем-то, у нас никогда не было такого, чтобы к нашему мнению не прислушивались, и поэтому все эти факторы устраняются еще на стадии проекта. Кроме того, существует у нас еще независимая антикоррупционная экспертиза, ну, а об этом уже больше расскажет Гульнар Ильусин в своем выступлении, поскольку это закреплено за управлением юстиции Министерства юстиции Российской Федерации. Ну, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, количество проведенных антикоррупционных экспертиз в отношении муниципальных нормативных правовых актов и их проектов увеличилось в два раза. То есть, вот я еще раз могу сказать, что в районах республики, в муниципалитетах активность работы по действию коррупции, она постоянно нарастает. Так, если в 2012 году экспертиза была проведена в отношении примерно 4600 проектов и 1424 актов, то за 9 месяцев 2013 года органы местного самоправления провели экспертизу уже более чем 8 тысяч проектов муниципальных нормативных правовых актов. То есть, коррупциогенные факторы отслеживаются и ликвидируются на самой стадии создания нормативных правовых актов. Но следующее направление программы – это антикоррупционный мониторинг. Орган власти, который уполномочен на реализацию мероприятий в данном блоке, это Комитет Республики Тарстан по социально-экономическому мониторингу. И о том, как ведется такая работа и результаты работы, вы подробно узнаете на аналогичной встрече с председателем комитета, который мы знаем запланировано в будущем. Но, однако, отмечу, что антикоррупционный мониторинг в своих областях также должны проводить и органы исполнительной власти, и органы местного самоправления. То есть они должны отслеживать, как в этих органах ведется работа по профилактике коррупции. Зачастую мы наблюдаем, к сожалению, недостаток внимания к мониторингу. Но, однако, тут тоже есть положительные примеры, когда отраслевые исследования и анализы осуществляются на высоком уровне, например, в Гугольминском и Елабужском муниципальных районах. Вот в Титюрском районе интересный пример. Проведено исследование на тему злоупотребления в медицинских учреждениях, в результате чего был выявлен высокий показатель таких злоупотреблений. Итоги расследований были рассмотрены на Совете по действию коррупции района, после чего последовало увольнение главного врача районной больницы, к чему приводит вовремя и качественно проведенный мониторинг. Следующее направление программы – это антикоррупционное образование, антикоррупционная пропаганда. Об этом можно сказать, что в республике разработаны, проводятся курсы повышения квалификации государственных и муниципальных службщиков по направлениям антикоррупционной деятельности. В Министерстве образования и науки разработаны, выпущены методические пособия по антикоррупционной тематике. Что касается пропаганды, я думаю, что вы, поскольку журналисты, вы уже это знаете, что республиканские агентства «Втатмедиа» в исполнении программы проводится специальный журналистский конкурс среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции, а также организуют круглые столы на заданную тематику. На телеканале ТНВ выходит в эфир передача «Татахстан без коррупции» и множество других мероприятий, которые посвящаются пропаганде антикоррупционного поведения. Интересным и важным направлением программы, особенно для журналистов, является блок мероприятий, направленных на обеспечение открытости и доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общества. Так называется раздел программы. В данном направлении в республике уже не первый год ведется работа по оптимизации процесса предоставления муниципальных госуслуг, в том числе в электронном виде. В чем преимущество оказания электронных услуг? Электронные услуги исключают либо минимизируют возможность прямого контакта между услугополучателем и лицом, принимающим участие в процедуре оказания услуги. Образно говоря, когда мы через интернет получаем услугу, взятку давать просто некому, поскольку непосредственного контакта здесь нет. То есть это существенный барьер на пути к коррупционным злоупотреблению. Но что касается открытости информации о деятельности госорганов, то тоже можем отметить определенные сдвиги. Но свою роль в этом процессе сыграли, разработанные нами единые требования к наполнению сайтов по противодействию коррупции. То есть каждый муниципальный орган, каждый орган государственной власти исполнительной имеет свой сайт в интернете. На этом сайте обязательно размещается конкретный перечень сведений о борьбе с коррупцией, вернее о профилактике коррупции в данном органе. То есть там и протокол заседания комиссии антикоррупционных, и нормативные акты, и приказы, принятые во исполнение задачи по профилактике коррупции. Так, ну следующее, тоже немаловажный фактор, это выделен такой блок вопросов, как совершенство организации деятельности по размещению государственных муниципальных заказов. Но, как вы знаете, при заключении государственных муниципальных заказов, к сожалению, имеет место возможности коррупционных проявлений. Но здесь можно сказать о том, что главной отправной точкой является федеральный закон о государственных законах. И в качестве меры повышения уровня прозрачности деятельности по размещению заказов. Выступает требование необходимости размещения информации о госзаказах, помимо специализированных сайтов, и на официальных сайтах органов госвласти и органов местного самоправления. То есть, когда информация о государственных муниципальных закупках прозрачна, когда она доступна практически неограниченному кругу населения, по крайней мере, пользу интернета, то, соответственно, уже и общественный контроль за этими закупками будет гораздо выше. Следующий раздел программы «Противодействие коррупции в сфере предпринимательства». Детально этот вопрос, насколько мне известно, уже был освещен на брифинге 7 ноября, поэтому в целях экономии времени я на нем останавливаться не буду. Ну и резюмируя, хотелось обратить ваше внимание на то, что вся информация о ходе реализации комплексной республиканской антикоррупционной программы находится в открытом доступе на сайте Министерства юстиции Республики Товстан в разделе «Противодействие коррупции». Поэтому то, что я тут в своем коротеньком докладе не успел охватить, вы можете все рассмотреть детально, зайдя на наш сайт «Раздел противодействие коррупции». Там и график проведения проверок и в муниципальных районах, и в министерствах, и в комитетах, и результаты этих проверок, и наши справки по осуществлению этих проверок. То есть все конкретно можете видеть на нашем сайте. Ну, к слову, нами в текущем году проведены проверки в 15 муниципальных районах в городском округе набережной Челны и в 9 органах исполнительной власти. Ну и в следующем, в 2014 году, мы приступим к реализации подпрограммы, реализации антикоррупционной политики на 2014 год. В том же году мы приступаем к разработке государственной антикоррупционной программы республики на 15-20 год. Ну вот, в общем-то, доклад мой закончен, но я знаю, что журналисты, они любят в основном слушать не то, что сделано, а то, что не сделано, то, что не удалось. Ну, это, в общем-то, понятно, это в какой-то образе, каким-то образом это нас стимулирует в дальнейшей работе. То есть, докладывая о том, что основные мероприятия программы нами выполнены, там повышенный уровень открытости, повышенный уровень знаний государственных слушателей и так далее, что нам пока еще не удалось выполнить из того, что заложено мероприятие программы. В мероприятии заложено проведение ротации государственных и муниципальных служащих. Но, к сожалению, пока в силу того, что на федеральном уровне законодательство о ротации сформировано было буквально только вот в этом году, ротация у нас пока еще в таком виде, как она заложена, в федеральном законодательстве пока не проводилась. Ну, в чем суть ротации? Это, как говорится, не дать чиновнику долго задерживаться на одном месте, чтобы он не укоренился там, ну, не оброс с какими-то связями там нехорошими, скажем так. Но, тем не менее, федеральный закон уже в этой сфере уже принят. Наша задача теперь внедрять данные, значит, требуют законы, принять ряд нормативно-правых актов. Но это, правда, связано с большими затратами, потому что если предоставлять госслужащим другое место работы, возможно, переезд в другой район, то, соответственно, решаются вопросы с жильем и так далее. Это упирается немножко в вопрос финансирования. Тем не менее, в этой сфере мы тоже работаем. Но пока этот у нас вопрос один из проблем. Далее. Ставился вопрос о внедрении в деятельность должностных лиц специализированных компьютерных программ добровольное тестирование на полиграфе, то есть на детекторе лжи, как говорится. Тут тоже ввиду пока еще недостаточной правовой базы, в том числе на федеральном уровне, данное требование исполняется не полностью. Но кое-где в отдельных районах в порядке эксперимента с добровольного согласия госслужащих, претендующих там на какую-либо должность проводятся такие исследования на полиграфе, ну, с привлечением там возможностей правоохранительных. Далее. Проблемы с подарками существуют. Вот уже Алексей уже говорил о том, что это является одним из коррупционных проявлений, когда муниципальным служащим, государственным чиновникам дарят подарки, так сказать, в большой сумме превышающей там 3000 рублей. По законодательству они должны поступать в доход казны, в доход муниципального образования. Но еще не до конца этот вопрос урегулированными муниципальными актами, каким образом там должны принимать подарки, где они должны храниться, куда они должны передаваться. В ряде районов такие муниципальные акты приняты, в ряде районов нет. Ну, то есть, также необходима наша методическая помощь как Министерству естественных, как Кабинету министров, так и других органов. Ну, вот в основном, вот коротко, что я хотел рассказать, в основном, о содержании программы в профилактике коррупции, о том, что она не выполнена, что она не выполнена. Если какие-то вопросы будут, то я готов их ответить. Спасибо. Ну, насчет коротко, конечно, не получилось, но программа очень большая, к сожалению. Я сознательно не останавливал, потому что, по крайней мере, мы еще раз вернулись к общему контексту содержания программы и к тому, чем именно в рамках этого всего вы занимаетесь. Ульнара Льдусна, если можно, вот о том, как федеральная структура, в данном случае управление Министерством юстиции Российской Федерации по республике, работает вот в этом направлении. Коротко. Ну, коротко, минут на 20. Да. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Я действительно остановлюсь только на узкой теме, которая мне обозначена. Все полномочия невозможно рассказать, но вот одним из полномочий нашего управления является правовая и антикоррупционная экспертиза всех республиканских нормативных правил актов. Для того, чтобы вам было удобно понимать, что это такое, я постараюсь вот таким обычным языком сказать, правовая экспертиза – это когда мы проверяем, чтобы они соответствовали федеральным законам, наши республиканские акты, а антикоррупционная экспертиза – это когда мы смотрим, есть ли какие-либо коррупциогенные факторы в том или ином законе. Например, для того, чтобы было удобнее понять, у нас принимается в последнее время где-то 6 актов в сфере развития малого и среднего бизнеса, в том числе поддержка предпринимательства путем предоставления субсидий и грантов, и там разрабатывается положение о конкурсе. И вот во всех 6 документах были выявлены коррупциогенные факторы, на что мы обратили внимание, они на сегодняшний день устранены. В чем это проявляется? Предположим, не указано, каким образом очередное рассмотрение заявок, которые дают предприниматели, когда должны быть рассмотрены сроки не указанные, когда должно быть принято решение сроки не указанные. И вот вы, наверное, помните, это уже была ситуация, известная, когда получилось так, что вскрывали по мере поступления конвертов заявки предпринимателей, тут же определяли им выдачу денег, и в итоге те, у кого поступили заявки позже, им денег не хватило. Вот это как раз и есть такой момент, когда наличие коррупциогенного фактора, это не означает в том плане, что юристы умышленно это сделали, или кто-то хотел, чтобы был это коррупциогенный фактор. Это означает то, что не всегда юристы продумывают, какие последствия может привести, если что-то не оговорить конкретно в документе. Поэтому мы все время обращаем внимание на то, что нужно обучать юристов, иногда у них недостает действительно грамотности, профессионализма, но иногда и недостает, наверное, вот это вот продумывание последствий. Дело в том, что муниципальных правовых актов мы не касаемся, это осуществляет экспертизу Министерства юстиции Республики Татарстан, мы только республиканских, но подходы у нас методики абсолютно к этому одинаковы. Или другой пример, опять в сфере предпринимательства, когда устанавливают, что победителем конкурса на международных рейсах по перевозке пассажиров и багажа является тот предприниматель, который доставит помимо всех документов еще справку о репутации. Вопрос, кто должен выдать справку о репутации, где он ее должен получить, и это при этом не оговаривается. Это тоже считается коррупциогенным фактором, то есть дополнительное обременение, которое не предусмотрено законом. Или встречается часто коррупциогенный фактор, но наиболее часто я называю какие сферы, это когда касается документа социальной сферы, допустим, по выдаче протезов и ремонта протезов инвалидам. Если пишет законодатель, есть основания для отказа в предоставлении ненадлежащих предоставленных документов, то есть тоже, что это такое ненадлежащие предоставлены документы. Это получается достаточно широкое толкование, законодатель должен всегда конкретно указывать, что это за документы. Ну и последний, наверное, такой пример тоже наиболее часто встречаемый, допустим, опять касаясь тех же людей с ограниченными возможностями, когда у них запрашивают те документы, которые были ранее представлены ими, например, программа их по реабилитации, он когда вставит на учет, он уже предоставляет эту программу, когда он дает документы на получение протезов, у него опять запрашивают. Вот это уже получается снова обременение на этих лиц. Более того, вы знаете, что у нас есть сейчас закон, когда если есть возможность у государственных органов получать друг у друга документы, то это не должно накладываться на граждан. Таким образом, если мы говорим об антикоррупционной экспертизе, то есть это могут быть в законодательстве такие моменты, которые щемляют интересы определенного круга лиц. И самые распространенные, когда пишут, чиновник, например, вправе отказать, и получается, он может отказать, а может не отказать. И вот здесь возникает как раз уже у него возможность проявить свою корыстную заинтересованность, как бы закон ему дает такую возможность. Вот этого не должно быть. Вообще у меня тема по независимым экспертам, почему я вот это все сказала. Дело в том, что мы в последнее время в Республике Тарстан пытаемся привлечь наше гражданское общество. Пользуясь случаем, что мы с вами общаемся сегодня, я бы просила как-то вот еще раз обратить внимание, что у нас, у гражданского общества есть доступ сегодня ко всем проектам, ко всем законодательствам, при которых они могут принять участие. Например, те же предприниматели в своей сфере, люди, которые касаются социальных вопросов в своей сфере. Специально по инициативе управления по вопросам антикоррупционной политики, был создан портал, где сейчас публикуется в электронном правительстве Тарстана, где публикуются все проекты. Пожалуйста, то есть такая возможность есть. И у нас сегодня независимых экспертов при Министерстве юстиции России аккредитовано 51 эксперт. Это и физические лица, это и юридические лица. Но, к сожалению, в 2013 году ни одного заключения не получили мы. В 2012 году было всего два заключения. Мы с ними встречались, обсуждали, узнавали, какие проблемы, что недостаточно. Вот была высказана год назад проблема, что им тяжело искать эти проекты. Хорошо, создали единый портал. Тем не менее, у нас, к сожалению, движения нет. Что это? Или действительно какой-то, скажем, равнодушие, что ли, со стороны нашего населения? Непонятно. Или некоторые это объясняют тем, что вот нет материальной поддержки. Но ведь независимая экспертиза, когда она касается людей, наше общество, она не должна быть мотивирована именно тем, что дайте, пожалуйста, нам денег, тогда мы проведем экспертизу. Тогда она и не будет независима, если государство будет финансировать независимых экспертов. Речь о ориентации больше как раз на активность слоев населения, которые не заинтересованы ни материально, ни морально. Вот нами было проведено в 2013 году 1385 экспертиз республиканских актов. Это очень большое количество, и ни на одно из них не поступило. Мы 19 ноября провели круглый стол. Буквально вот несколько дней назад совместно и министерство, то есть Республика Тарстана, участвовало в управлении по вопросам антикоррупционной политики, еще раз собрали. К сожалению, конечно, не все приехали, но тем не менее, те эксперты, которые явились, мы с ними еще раз обсудили, создали экспертно-консультативный совет при управлении Минюста Российской Федерации и договорились таким образом, что и сегодня вот обсудили еще раз с Сергеем Николаевичем, что хорошо, мы готовы пойти на встречу, хотя это наши обязанности не входят. Давайте выбирать наиболее интересные для населения правовые акты, направлять в этот экспертно-консультативный совет. Они у себя создают уже комиссии по темам, например, блок предпринимательства, блок социальных вопросов, передают туда, и хотя бы эксперты, если им трудно искать эти акты, то мы им будем уже направлять, и чтобы они, может быть, тогда у нас вот это вот институт гражданского общества заработает. В всяком случае, у нас такая надежда на это есть. Что касается самого этого экспертно-консультативного совета, то это не юридическое лицо, это такая форма, где они сами изберут своего председателя, и в число членов этого совета будут входить представители Минюст Республики Татарстан и представители наших, для того, чтобы можно было работать. Еще одну тему, которую называли наши независимые эксперты, что они работают больше с федеральным законодательством, почему-то. Вот как-то у них к республиканскому законодательству меньше интереса, хотя именно с республиканским, мне кажется, и с муниципальной базы можно было бы больше достичь успеха. И что зачастую им не дают ответы. На что нами тоже было сказано, если можно еще раз обратить внимание, это касается абсолютно обращений всех граждан, в том числе независимых экспертов. Если государственные и муниципальные органы им не отвечают на их обращение в течение 30 дней, в том числе на эти заключения, то предусмотрена у нас административная ответственность чиновников. Поэтому даже этим они могли бы руководствоваться и обращаться, если нет какого-то ответа. Но мы, в свою очередь, просили тоже, что направляйте, пожалуйста, к нам свои копии, и мы, в свою очередь, тоже готовы отслеживать ваше заключение, то есть мы готовы уже здесь вот как-то способствовать. Это относительно независимых экспертов. У меня вторая... Да, я единственное хотела еще вот такой момент, только чтобы тоже отразили. У нас в республике есть программа «Грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», что касается вопроса материальной заинтересованности. Так вот, те же независимые эксперты, как некоммерческая организация, могли бы принять участие вот в этом получении гранта, например, выдвинуть такой проект проведения независимых экспертов и получить этот грант. Пожалуйста, у них есть такая возможность. Но почему-то никто этим не пользуется. Что касается, кстати, тут же по вопросам бесплатной помощи. У нас есть форма такая, правовые, не государственные центры. Мы тоже в очередь предлагали многим, пожалуйста, если кто-то хочет консультировать бесплатно слои населения, которые сегодня законом не оговорены. Это у нас туберкулезно больные, это больные с ПИДом, это люди, которые военнослужащие, это многодетные матери. То, например, опять-таки можно было бы подать заявку на получение гранта и консультировать за счет этого гранта вот эти слои населения. Мы неоднократно писали, в правительстве Республики Тарстан такую номинацию сделали, но, вы знаете, за этот год никто с такой заявкой не обратился. Хотя для юристов, на мой взгляд, была бы возможность хорошо поработать за счет вот как раз грантовой поддержки, в этом есть материальная заинтересованность. Вторая тема у меня стоит, это фонды. Почему именно фонды? Вы знаете, что мы, управление Минюстой России, занимается регистрацией, контролем за всеми некоммерческими организациями. Для сведений у нас их почти 6 тысяч, таких некоммерческих организаций. И вот одним из больших сегментов у нас являются фонды. Особый интерес к фондам проявился в связи с тем, что это такая форма, а фонды это вообще аккумулирование денежных средств. И вот именно эта форма, она имеет, к сожалению, больше возможностей для коррупциогенного фактора. В Республике Татарстан по инициативе Управления по вопросам антикоррупционной политики были проверены фонды. Я остановлюсь на двух видах, потому что именно они подверглись проверке. Это муниципальные фонды, которые создаются при муниципальных образованиях для содействия развития муниципальных образований. Вот такая формулировка. У нас их 53 фонда. И второй вид, который был подвергнут проверки критики, это фонды при образовательных учреждениях. Вы знаете, это при школах, при детских садах, когда с родителей собирают денежные средства в эти фонды. Вот что касается при муниципальных образованиях, хочу сказать, что сегодня практически, наверное, из этих 53 фондов предоставили нулевую отчетность практически половина таких, да, половина муниципальных фондов. О чем это говорит? Они созданы, но реально они не работают. И что, вернее, как, наверное, неправильно так сказать, реально они нам отчетность не представили. Либо они работают и не предоставляют отчетность, либо они на самом деле просто, как говорят, бездействующие. И есть такие фонды, где как раз очень большие средства есть, и тут же они ликвидируются. Тоже, в общем-то, не знаю, я не могу сейчас какие-то суждения высказывать, но, тем не менее, это нужно проверять, безусловно, смотреть, на что расходовали средства фондов. Но факт такой, что в эти фонды зачастую собираются денежные средства со стороны предпринимателей принудительно, добровольно, он имеет место, вы это знаете. Когда говорят о том, что нужно содействовать развитию муниципального образования, сдайте, пожалуйста, деньги, иначе вот у вас там могут возникнуть проблемы. И мы поэтому обращали внимание всех слоев населения, которые проживают, что фонд – это добровольное предоставление денежных средств. Здесь никакого принуждения не должно быть. Поэтому, если для развития, то только в таком порядке. И тоже касается школ. Проводили очень много круглых столов и встреч с министерством образования, с директорами школ. Дело в том, что были факты такие, когда директор школы создавал фонд при школе, он же являлся учредителем, он же являлся распорядителем этих средств, директором этого фонда. Ни в коем случае этого делать нельзя, мы об этом говорили, это незаконно. Если даже есть желание создать фонд, в который должны аккумулироваться деньги родителей, то в этом случае фонд должен быть создан либо каким-то спонсором посторонним, либо самими родителями. И руководителем фонда должен быть, конечно же, не учитель, не директор школы, а кто-то посторонний со стороны. И ставить в положение, что если вы не внесете деньги, то тогда ребенка чего-то лишат, это безусловно недопустимо. Проводилось очень много подобных круглых столов, пресс-конференций. Наверное, в этой ситуации не могу сейчас сказать, здесь надо мониторинг проводить, но мы надеемся, что все-таки какое-то понимание должно быть. И также мы ориентировали и родителей, что это от вас зависит, опять-таки от активности нашего гражданского общества. Если они сами возьмут в свои руки вот эти фонды и будут эти средства аккумулировать и направлять действительно на развитие школы так, как они хотят, тогда, конечно, вот этого фактора понуждения сбора денег не будет иметь места. Вот практически, наверное, все по той теме, которая мне обозначена. Спасибо, Гульнар Ильдусна. Ну и, Геннадий Егорыч, мы вот о программе подробно в самом начале сейчас говорили. Это называется «Гладко был на бумаге», а овраги все у вас там, да? Какую систему защиты от этих соблазнов, от коррупционных рисков вы у себя в районе сегодня выстроили? И как она развивается, какой эффект дает? Конец. Спасибо за представленное слово. Тема «Коррупция» она злободневная, на устах у всех, по-моему, ежедневно и в местах массовой информации, и по телевидению. В принципе, набор мероприятий антикоррупционных, он примерно одинаковый во всех, на уровне федерального уровня, республиканского уровня, муниципалитетного уровня. Разработана и утверждена программа, как и в других районах, нормативно-правовые акты, свыше 40 разработаны, функционирует телефон доверия, работает интернет приемная. Ну и потом, наверное, немаловажно то, что контрольно-счетная палата, она организована, по-моему, во всех районах, она слаженность прокуратуры тоже выезжает на данные проверки. Нами в этом году проверено 22 учреждения муниципальных, и после этих проверок возбуждено 11 уголовных дел. Наверное, мне об этом проще говорить, потому что Елабужский район единственный муниципалитет, который проводит совещание в режиме онлайн. Не надо путать интернет и не надо путать телевидение в любом случае. Интернет – это не все заглядывают, только, наверное, молодое поколение, а старшее поколение не привыкли читать газету и смотреть телевидение. Поэтому каждый понедельник в 8 часов начинается совещание, и, естественно, каждый руководитель отчитывается перед населением, не перед главой. Единственное, наверное, минус есть для руководителя, потому что он в любом случае должен каждый понедельник готов быть ответить на любой вопрос, который задает глава. Ну, естественно, наверное, когда открытость власти есть в таком режиме, я думаю, что, это моя сугубо точка зрения, наверное, меньше вопросов задается власти, потому что мы еженедельно рассматриваем вопросы подготовки к зиме или какие работы ПЦС проводятся и водоканал. Это те проблемы, которые, по-моему, касаются всех ежедневно. И зачем людям задавать вопрос, когда они все это смотрят по телевизору и обсуждают данные вопросы. И, наверное, очень важно, что у нас очень четко работают средства массовой информации, мы публикаем материалы. Вот у нас, допустим, в публикации были новые камни Валабага-Туре, коррупции нету, в администрации появился музей подарков, о чем вы говорили, воруют все от швейда чиновников, мертвые души, елабужская коррупция, ну и так далее. Кстати, очень много было, поэтому они тоже очень сильно обсуждаются. Ну и потом мы проводим ежегодно или по требованию там ежеквартально соцопрос. Согласно соцопросу тоже, естественно, мы реагируем очень четко, очень своевременно. Вот согласно соцопросу мы заслушивали начальника ГИБДД, в частности, управление образованием, земельно-имущественную палату, ну и другие управления. Поэтому в этом отношении у нас работа налажена. Я думаю, что единственное, что я хотел бы сказать, что формального подхода по предупреждению коррупции не должно быть нигде, начиная с главы и заканчивая всеми работниками администрации и исполкомов муниципального образования и города Илама, в частности. Ну, наверное, так врат все, утомлять не буду. Проще, наверное, перейти искренне. Спасибо. Коллеги, если будут вопросы, вы давайте знать, значит, чтобы я видел, а пока микрофон передается или определяется желающий задать вопрос. Я, Геннадий Горьевич, буквально в продолжение того, что Гульнара индусно говорила, по фондам. В вашем районе существует подобного рода фонд. Как он аккумулирует, за счет чего средства и с какой скоростью и на что тратит? До прихода, как я работаю уже 3,5 года, фондов очень много было. Сегодня их осталось буквально 3-4. Ну, я тоже не сторонник организации данных фондов, потому что, совершенно правильно было сказано, что это те фонды, где как раз можно быстро все эти коррупционные схемы разрабатывать. Они, в принципе, не нужны. У нас вот сегодня есть сельхозфонд, сельхозформирование, где мы формируем зерно, сдаем. Если, допустим, засуха, то мы помогаем другим предприятиям. Вот я бы, может быть, такой один, который может быть многозначительный, может, который нужен, я бы его назвал. А остальные фонды по сбору денег, они, я думаю, что это неправильно. От них надо избавляться. Это сугубо моя точка зрения. Спасибо. Вопрос есть, да? Я так понял. Пожалуйста. РБК Тростан, Дина Валиулина. Вопрос у меня к Сергею Николаевичу. Могу не спросить, в связи последних событий, в связи с министерствами, какие будут дальнейшие действия по, может быть, улучшению имиджа министерства, то есть какие-то новые вековые развития, для кадровых, для всего нового. Ну, что относительно с министерства, я абсолютно ничего не могу сказать, более того, что было уже освещено в связи с массовой информацией, тем более, даже слишком много там писалось того, что лишнего, для того, что это не соответствует действительности. Ну, единственное, что я могу сказать, что сейчас у нас второй день уже работает новый министр, Мухова Алексеевна. Я считаю, что, хотя я принимаю, конечно, капитан, задавать оценку министру, но тем не менее, он уже долго работает с новым министром, очень активный человек, знает деятельность органов исполнительной власти, органов государственной власти в нашей республике. Я полагаю, что и открытость деятельности министерства и вообще работа министерства, в частности, по реализации антикоррупционной программы, я не могу сказать, что она как-то у нас до этого плохо работала в министерстве в этой сфере, тем более премьер-министр тоже представляет, но министр дал положительную оценку деятельности нашего министерства. Поэтому, я думаю, мы будем только работать в данном направлении, расширяя все сферы, которые произойдут на законодательство. То есть каких-то изменений, когда на них не ожидается? Пока сложно сказать. После молчения, не счастлива. Если второй день только работа министра, сложно сказать, как там будут какие-то изменения. Мы предполагаем, что... Изменения может нести министра, а вы спрашиваете. Мы предполагаем, что мы как работали в соответствии с законодательством, так и должны продолжать работать. То есть пока о чем-то говорить, там, кариминално, я задавал несколько. Спасибо. Кстати, вот, может быть, на уточнение, это вот в вашем вопросе было в первой части. Алексей Юрьевич, наверное, вам это легче сказать. Ну, согласитесь, что существует сегодня и в медиапространстве естественного населения некоторое ощущение, что имидж министерства серьезно, в общем, подпорчен, а министерство координирует реализацию программы. С вашей точки зрения, нужны какие-то действительно меры, которые могли бы сегодня как-то эту ситуацию изменить в общественных настроениях, или все как-то ровненько само по себе рассосется, забудут? Ну, давайте все-таки еще раз обозначим темы. Я бы не сказал, что имидж министерства был подпорчен. К профессиональной деятельности министерства я, несмотря на достаточно небольшой объем информации, который пришли в различных органах, я понимаю, телевидение и всем прочим, вот претензии именно непосредственно к работе в министерстве юстиции я не услышал. Были вопросы к министру, но это были вопросы даже не к министру, а к его сыну. Насколько они обоснованы или не обоснованы, ну, мы, как говорим, сейчас покажем средства, поскольку уголовный был оттуда и расследовался. Но, повторяю, они не министерства. Да, я тоже хотел поддержать их серьезно. То есть, где есть министерство, вот эти события, которые муссируются в средствах массовой информации, никакого ровно отношения не имеют. Спасибо. Вопрос еще был, да? Нет, я хотела повторить Ваш вопрос по поводу фондов, содействия фондов. Каким образом планируются отслеживаться расходы? Это по данным, которые будут предоставляться в налоговые органы, расходам чиновников? Нет, так Вы все на свете перепутали. Да. Чиновникам с фондами, когда-то салон. Нет, нет, нет. Вы расходы имеете на чиновников? Расходы чиновников, ну, вроде уже говорили, что я попробую еще раз почетче. Наверное, всем известно, на всякий случай напомню, что уже три года по новому законодательству каждый государственный гражданский служащий, каждый муниципальный служащий и каждое лицо, занимающих государственную муниципальную должность, это так красиво называется, а по-русски, если перевести, то начальники и их подчиненные отчитывались о своих доходах. Раз, о расходах. С этого года они отчитываются о расходах, но отчитываются о расходах в увитомительном порядке, то есть в заявительном порядке. Каждый прочитывает свое богосостояние, умножает его на три года. Если вдруг вот в течение этого года кто-то купил что-нибудь, что стоит больше, чем то, что он заработал за три последних года, то он должен объяснить, откуда появились лишние средства. Могу сказать, что на сегодняшний день таким образом уже отчитал 43 человека, источники, если вас интересуют, я в двух словах могу сказать, я уж извиняюсь, я не совсем на память их воспроизведу, потому что могу просто ошибиться, поэтому я распользуюсь, как говорят, подсказкой, шпаргалкой. Сколько я сказал 45? Вот видите, уже ошибся, 49, 49 человек отчитался о своих расходах, значит, ну и дополнительные средства, вот в качестве дополнительных средств будет указано, во-первых, накопление за предыдущие годы, ну то есть в принципе понятно, что я же не три года тружусь, а гораздо больше и, соответственно, там, ну где-то на сперкнижке там что-то откладывалось и так далее. Второе, значит, направление – это доход от продажи имущества, ну то есть, условно говоря, если я купил квартиру за 5 миллионов, а дает владею квартиру за 3 миллиона, то вроде особых вопросов не возникнет. Третье направление – наследство, ну и вот аж целых два человека подарили. Ну, в принципе, может быть, бабушка там подарила, не знаю. Ну, а основное количество людей, которые объясняли, каким образом они купили нечто большее, чем то, что они зарабатывали за 3 года, это кредитные обязательства. Ну, вполне понятно, что это делают не только чиновники, это практически сейчас любой, который более-менее что-то зарабатывает, если он хочет ездить на машине, сразу купить будет сложновато, а кредит, в принципе, почему нет. Но это отчетность. А я говорил о контроле расходов. Вот контроль расходов, он осуществляется не сплошняком. Нет такого, что вот, если ты на госслужбу ушел, сразу стал прокаженным и должен не только консчитываться о том, что ты имеешь, но и сразу подергаться каким-то проверкам. Ну, нет, не совсем так это все. Должны быть все-таки достаточно весельские основания сомневаться в этом объяснении, которое он представил, или человек утаил. Занимается выявлением подобного рода утаиваний или введением в заблуждение специально полномочные органы. К ним относятся, во-первых, правоохранители, во-вторых, прокуратура, в-третьих, политические партии. Все мы смотрим телевизоры, поэтому знаем, что там в Государственной Думе творится. Тех стали под сомнение брать, одного депутата исключили. Он до сих пор кричит, что это совершенно неверно было. Я почему-то не кричит, потому что он действительно громко разговаривает. А третье направление, есть такое образование, сегодня о нем говорили, его, правда, практически никто не видит, гражданское общество называется. Почему, говорю, что его никто не видит, потому что, к сожалению, вы все, являясь журналистами, ну, все не все, но, по крайней мере, большинство из вас пишет. Чиновники сами борются с собой. Какая же это борьба с коррупцией, если этим занимаются только сами чиновники против себя, там, пчелы против меда и все остальное. Мы бы рады, чтобы это делало гражданское общество. Но вот пока гражданское общество, к сожалению, то ли недостаточно развитое у нас в Российской Федерации, как нам бы хотелось. То ли те, кто развиты, не всегда последуют теории борьбы с коррупцией, а иногда и какие-то другие. Напомню, ну, в общем-то, достаточно нехороший случай, когда небезызвестный в республике, более-менее имеющий имя товарищ возглавляющий вот такой общественную организацию, у нее даже она очень громко называлась, комитет по борьбе, с коррупцией республики Тарстана. Как так называлось? А, антикоррупционный комитет республики Тарстана. Ну вот выяснилось, что фактически все сводилось к тому, чтобы просто-напросто находить возможности обиженных людей и, используя вот эти вот их обиды, вымогать у них держат средства, якобы на борьбу с коррупцией. Я по-русски говорю, взятки. Ну, ввиду того, что он не чиновник, поэтому получается не совсем взятка, это скорее мошенничество. Я не говорю, что все общественники такие, нет, понятно, что не все, но, тем не менее, вот такие прескорбные факты у нас имеются и были бы рады, чтобы как-то вот каждый, да, в том числе, кстати, с этого года, между прочим, еще и представили такую возможность и средства массовой информации. То есть, если вдруг журналист, ну, так вот, копаясь случайно на сайтах, а сейчас вся эта информация о доходах абсолютно открыта и об имуществе тоже открыта, ну, элементарно посчитав, что там, допустим, зарплаты явно не хватает, чтобы купить тот самый автомобиль или там дачу в Канарах, можно поставить этот вопрос. Ну, естественно, я говорю, повторяю, информация должна быть обоснованная, это все-таки серьезная проверка. Проверка будет осуществляться, если проверка будет осуществляться, она проверяется по всем обстоятельствам. То есть, сейчас законодатель федеральный дал возможности и банковские счета запрашивать, и налоговую инспекцию запрашивать, и проводить оперативно-развитные мероприятия, но это уже связано с контролем в расходах. Для того, чтобы такую массивную атаку провести, так как у нас все-таки априори человек не виновен, мы должны быть в связи к основанию. Спасибо. Значит, пока еще вопросов нет, я тогда продолжу. Геннадий Горьевич, вот еще говорилось о том, что мы называем традиционной бытовой коррупцией. То есть, состояние дел в школах, со школьными поборами, ситуация в больницах, поликлиниках. Вот как у вас идет работа по отслеживанию ситуации там. У нас так получился, буквально один из ваших коллег на одной из подобных встреч только-только рассказывал, что все хорошо, скажем, в сфере здравоохранения, а следом пришла жалоба такая, что ее прочитаешь и захворяешь сразу. Вот как вы предупреждаете злоупотребление вот в этих, очень чувствительных для населения сферах, как здравоохранение, образование, ну и ЖКХ, конечно, всегда интересно. Части образования у нас сигналов острых не было, это подтверждает и соцопрос. Части здравоохранения вопросы были. Мы проверяли лечебные учреждения, факты кое-какие подтвердились, контрольная счетная палата совместно с прокуратурой выезжала, естественно, что-то там на баланс не поставили, что-то укрыли, какие-то медикаменты там не те же купили. Поэтому мы оперативно сработали, естественно, привели в соответствие заклама. А вот обращений мало, это означает, что действительно все хорошо? Или то, что побаиваются, например, обращаться? Нет. Или не верят? Побаиваться, я же говорю, такого у нас нет. Бояться нечего. Если власть открыта, я же еще раз говорю, что если в понедельник глава проводит в режиме онлайн-совещания, смотрит каждый житель, а потом по просьбе жителей мы вечером в полном объеме показываем, дело в понедельник. Кто не успел посмотреть утром, они вечером смотрят. Естественно, отклик тут же в интернет-приемный. У меня диалог, вот он ежедневный, ежедневно проходит. Поэтому, если бы какие-то злободневные вопросы были, мы же по школам ездим, со школьниками встречаемся, с девятыми, с десятыми, одиннадцатыми классами, потом на экономической зоне собираем их, то я доступен всегда, хожу без охраны, мне она не нужна, поэтому в этом отношении вопросов нет. В сфере ЖКХ вопросов очень много. Если взять, в частности, Елабугу, то придя на работу, я с ужасом посмотрел вообще состояние теплосетей и водоканалов. ПТС был он сейчас на кругах, фамилия, не помню сейчас, Ефремов, Ефимов, о, сперва, столице, потом о системе, которая принадлежала Зайдску. Водоканал был вообще придатком ПТС. Выкупили частные лица и вообще не занимались. Только был отток денег в свои карманы. И потом, по моему настоянию, я, наверное, целое около года боролся с этим дедугом, уже зайдя к Рустаму Норгалевичу, было решение принято, найдя инвестора добросовестного, передать инвестору ПТС. Мы передали инвестору и сегодня занимаемся уже вплотную. Мы сегодня в части тарифов по ПТС и водоканалу не говорим, как их сдержать. У нас уже мероприятия разработаны по сдерживанию тарифов. Мы уже дальше пошли. Мы говорим, как снизить тарифы. И у нас есть реальные мероприятия на 2014 год, плановый тихонеченький переход на 2015 год, о снижении тарифов. Я вот однозначно говорю с большой трибуны, я считаю, это трибуна. Если бы мы вовремя не нашли инвестора в лице кархолдинга, наверное, в 2011-2012 мы бы всей республикой занимались теплом в Ялабуге. Износ сетей. Мы заменили за 2013 год 2,89 ТП. Это индивидуальные тепловые пункты. Если уж коротко взять, то котельная в одном, допустим, части города, протяженность ГВС, горячего водоснабжения, 43 километра, они изношены, имеют процентов 80. И вот представьте, какая может быть математика. Мы рассчитали просто-напросто один куб воды сколько стоит. При заборе, стураясь в водозабор, один куб стоит 4,71 рубля. Потом она доставляется до станции очистки воды. Протяженность 47,4 километра. Потом, естественно, применяются реагенты, оборудование, электричество и так далее. Поступают дома, я дорасскажу, поступают дома, очистные сооружения, а потом уже сливается в каму, очищенная вода, 100-150 рублей куб воды. Вот представляете, какая мотивация? Я знаю о проблемах в ЖКХ и Лабуге, но я имела в виду жалобы именно по коррупции в ЖКХ, а не о проблемах ваших работодателей. Она же взаимосвязана. Она же взаимосвязана. Когда мы первые начали говорить, а почему тарифы вы повышаете на 20-25%, а почему не на 10%, почему не на 50%, никто же не мог объяснить тарифы. И когда мы уже начали судиться и с тарифным комитетом республики, и с предыдущим собственником, не кэр-хординга, а о системе, то, естественно, мы добились своих результатов. Мы в 2010-2011 год не повысили ни копейки на водоснабжение, на водоотведение, судились с собственниками ПТС по поводу тарифов на теплооснабжение. Если бы не корр-хординга, естественно, мы бы до конца судились и высудили бы эти деньги. Это и есть коррупция. Не вкладывая деньги. Когда мне говорят инвестиционные составляющие, я им говорю, покажите, где это инвестиционные составляющие, что вы заменили. Покажите хоть кусок трубы. Никто не показал мне. А это же немало деньги. А куда они пошли? В карман. Это и есть коррупция. Спасибо. Я бы хотел уточнить, Бунар Ильдусна, в связи с тем, что вы говорили о независимых экспертах, о гражданском обществе, о некоторой такой вялости, скажем, со стороны экспертного сообщества. А вот как вы СМИ рассматриваете в этой связи, пока те дремлют или деньги просят. СМИ ведь появляется очень много, в том числе и уже на стадии рассмотрения, разработки тех иных решений, критических, в том числе материалов, аналитических, которые пытаются привнести что-то, изменить еще на лету, что называется. Может быть, активность СМИ привлекать в это сообщество, а не так вот формально и строго формализовать по списку. Дело в том, что любая антикоррупционная экспертиза, она все-таки предполагает это наличие какого-то формативного права, в котором должно быть указано, что вот есть тот или иной коррупционный фактор. И в этом случае должно быть, ну, я сейчас формализованно как раз тормой говорю, должно поступить заключение, и, соответственно, это заключение, оно уже должно пойти на рассмотрение органов, как письменное обращение, как я уже говорила, на которое должны отвечать. То, что публикуется в СМИ, оно не обязывает те же органы ведомства, которые сдали этот акт, на него уже письменно реагировать, и отвечать, и рассматривать это как письменное обращение. Поэтому, конечно, Они не должны, вы можете так просматривать. Но для нас... Нет, я согласна с тем, что, конечно, это можно использовать. И, безусловно, когда мы проводим свою антикоррупционную экспертизу, мы-то как раз это делаем. Вот я по качеству статистики приведу. Например, за 2012 год мы обнаружили коррупциогенный фактор в 81 акте. В 2013 году это уже было 62 акта. Причем, надо обратить внимание, что это не в новых актах, имеется в виду. В новых-то еще меньше. Почему? Потому что мы сейчас в республике взяли за основу такую работу, что мы работаем с проектами. Вот когда нам дают заранее проект, это проще. То есть мы даем сразу свои замечания, говорим, что есть такой-то фактор. И, к счастью, во всех проектах коррупции убираются. Но когда, если нам в виде проекта не дают, а уже дают, мы видим вступивший акт, вот здесь уже, конечно, по устранению сложнее бывает. И вот эти коррупции, которые я называю, мы обнаружили. Это мы обнаружили, когда проводили повторную экспертизу тех актов, которые уже были когда-то приняты. Например, были внесены изменения в федеральном законодательстве. А здесь у нас в республике их не смотрели, в них не устранили. Поэтому мы свою работу проводим как органы, уполномоченные на это. Но мы еще говорим о другом, что вот юристы не всегда, как я и говорю, могут посмотреть последствия, какие может влечь то или иная норма. А вот люди, профессионалы, независимые эксперты, которые имеют определенный профессиональный опыт, например, берут того же предпринимателя, когда он берет какое-то положение на конкурсе, он уже примерно может просчитать, что вот что к чему может привести та или иная форма, то есть то или иное положение с виду своего жизненного опыта. И он именно может подсказать, что вот здесь вот может появиться тот момент, который есть лазейка для заинтересованности чиновника. Вот чиновник может здесь поиметь, какую-то сумму использовать. И вот этот момент, он бы был важен для нас, если где-то мы пропускаем или вместе, то есть какие-то муниципальные акты, мы бы могли использовать. Вот мы о чем говорим как раз, что использовать опыт наших независимых экспертов. И мы готовы работать. Но к нам, к сожалению, эти заключения поступают. Спасибо. Если есть вопросы, давайте мне знать, но пока я смотрю, похоже, все удовлетворены изначально сказанным, поэтому позволю себе еще буквально по цепочке, буквально по вопросу. у меня вот по поводу все-таки индикатора оценки эффективности программы антикоррупционной. Понимаю, что Министерство юстиции не выдает цифры по посадкам, по уголовным делам. И все-таки вот как определить, вы говорите, главная профилактика, как определить, что профилактика состоялась эффективно или неэффективно она состоялась. Вроде как уголовных дел возбуждается с каждым годом все больше и больше. Под правовой замес в общем основательно попадают все больше и больше людей, те, кто коррупционные риски используются полно. А как оценить, что на этом фоне вы работаете по профилактике эффективно? Так, я вас понял. Дело в том, что в программе антикоррупционной заложит целый ряд определенных индикаторов. Такие как снижение уникальных всех сферах жизни, совершенствование инструментов механизмов противодействия, установлены сроки выполнения основных мероприятий, установлены индикаторы. Индикаторы установлены в таком виде, как, допустим, количество проведенных семинаров, место управления единицы. Полнота исполнения государственного заказа на организацию социологического опроса, процентов. Вот там тоже конкретный индикатор. Полнота целевого создавания финансовых средств выдавлены для пропаганды антикоррупционного поведения. Тоже процент. Полнота исполнения целевого освоения. Количество проведенных специальных журналистских конкурсов. Следующий индикатор. Количество выпусков телепередач единиц. Проведение ежегодного конкурса. Тоже индикатор. Да, один, нет, ноль. Проведение ежегодных конференций в Министерстве образования касается. Тоже да, один, нет, ноль. Следующий и т.д. В процентах от среднего от количества запланированных процентов. То есть если 100%, то это показатель выпал. Далее проведение республиканской молодежной смены Министерства образования касается. Проведено индикатор плюс, не проведено индикатор ноль. Ежегодное обобщение в состоянии положительного опыта антикоррупционного поведения предпринимателей это касается деятельности агентства инновационного развития. То есть если обобщался опыт ноль. И соответственно тоже есть система индикаторов как увеличение доли органов государственной власти в области местного управления внедривших внутренний контроль и антикоррупционные механизмы в кадровую политику процентов. Таких индикаторов у нас большое множество можно подчислять долго. То есть мы можем сказать как выполняется данная программа и какие мероприятия выполнены и какие нет. Кроме того комитет по мониторингу республики так же как я уже говорил ведет мониторинг деятельность то есть учитывает показатели опросов населения по противодействию коррупции тоже выводят свои индикаторы. Поэтому в конце каждого года у нас имеется совершенно конкретный индикатор который мы должны выполнить и мы подводим итоги по какому мероприятию мы доработали по какому мероприятию мы доработали то есть индикаторы конкретно существуют и каждый год у нас считывались по этим индикаторам Сергей Николаевич как юрист извините в сторону юристу скажу нет ничего более скучнее чем юрист и действительно это правильно потому что они занимаются конкретной работой то есть у них есть закон у них есть коррупционные или коррупциогенные факторы его надо устранить для этого проводится спередиза но ради чего все это ради чего реализуется программа да конкретная программа действительно имеет вот такие индикатор о которых только говорилось но для чего вообще в принципе заниматься борьбой с коррупцией профилактикой коррупции противоречия коррупции сама по себе это не самоцеленно потому что мы там будем с ней бороться в этом году больше чем в предыдущем году жизнь не улучшится то есть цель профилактики коррупции это в конечном итоге создать общество в котором каждому человеку будет комфортно существовать в котором будет комфортно вести бизнес в котором у нас не будет бедных, будут только они богатые. Но с бедными и богатыми это, наверное, не совсем коррупция, а вот то, что касается комфортно существовать и не испытывать неудобства от этой самой коррупции, что касается бизнеса, что касается наших граждан. Вот эти показатели в конечном итоге мы и замеряем. Что абсолютно правильно было сказано, этим занимается комитет Республики Тарстан по социально-экономическому мониторингу. Ну, ввиду того, что там у них будет специальный перифинг, я не буду подавать свой компетент слишком подробно, но могу сказать, что вот эти социальные замеры, это опрос граждан, и опрос граждан достаточно большого количества, чтобы ему можно было верить, связи с этим о том, что у нас граждане в коррупционной ситуации, то есть в ситуации, где вот с него, ну, как ему показалось, вроде бы как то ли надо дать, то ли намекают на эту ситуацию, последовательно снижается. Причем за последние, ну, где-то 5 лет, он почти на 10% упал на 10 пунктов. То есть это серьезные, в общем-то, вещи. Да, в принципе, если вы положите руку на сердце, ну, правда, тут большей, конечно, части молодые люди присутствуют, но тем не менее, в ответе себе честно, наверное, что-то меньше стали сталкиваться с тем, что там где-то вот пойдешь за справкой, и раньше с ужасом думал, где бы найти знакомых, чтобы эту справку получить, а сейчас уже можно просто прийти и просто получить. Там те же ГАИ на дорогах, но нет их теперь практически на дорогах, и мы сталкиваемся только вот с этими камерами, с которыми не договоришься. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть тут можно перечислять множество направлений. Ну и второй момент, республика развивается экономически, а почему? Потому что у нас сюда приходит инвестор, инвестор нам верит. Может быть, поэтому, кстати, была столь бурная реакция по поводу инцидента, который сегодня девушку Небезнамек спрашивал насчет Минюста, что это как раз вот имидж республики в плане инвестиционной привлекательности. Он серьезным образом был подорван. Насколько там виновен или не виновен вот тот человек, который сейчас в этом позревается, пусть следствия разбирается, но имидж республики страдал серьезным образом. И мы сделали все, чтобы показать, что республика стоит над стражей предпринимательства, инвестирования и всего остального. Могу вот то же самое сказать, что рост инвестиций растет, рост участия малого бизнеса в формировании малого совокупного дохода республики растет. Почему? Это тоже следствие вот профилактики коррупции. Да, это незаметно вот так, как вот если сарестовали там какого-то человека конкретного, но поверьте мне, что вот эта профилактическая работа приносит гораздо больше пользы, чем конкретно уголовное дело в отношении конкретного чиновника. Спасибо. Ну, просто вопрос обусловлен тем, что понятно, опросы, все, что проходит, мы это всегда внимательно отслеживаем, но очевидно, что и формы, скажем так, изъятия средств у населения, и у заинтересованных в той или иной услуге лиц, тоже совершенствуются в той же, скажем, медицинской сфере, когда услугу можно получить бесплатно, но через два месяца, а за деньги, скажем, очень быстро. Это не назовешь прямой коррупцией, но это уже вполне легальным становится процессом, население это уже даже и не напрягает. То есть это к вопросу о том, что мы, как бы, хотим сказать о необходимости совершенствования, да, механизмов, замеров общественного мнения, того, как оно, насколько, реально напрягается тем или иным процессом. Я только хотела уточнить, когда вы мне задали вопрос про средства массовой информации, все-таки обратить внимание, когда мы говорим о независимых экспертов, это лица, которые получили аккредитацию Министерства юстиции Российской Федерации и получили свидетельство на это. И вопрос, для чего тогда они получили это свидетельство, если они реально не работают. То есть мы сейчас не говорим обо всем, все население СМИ, да, но это люди, которые специально подали документы и имеют такие, про такое право. Это существенное замечание. Спасибо. И, Геннадий Егорович, еще есть один блок вопросов, который как-то чуть-чуть, почти ускользнул. Это земельный. Ваш район относится к числу тех, где то, что называют в народе вкусная земля, вкусная, потому что она в очень хороших местах природных и потому что там промышленные производства развиваются очень активно. Вот в этой сфере есть проблемы или вы какой-то механизм выстроили? По земле проблем очень много. Я опыт работы имею в Челнах, в Зеленодольске, в Елабуге. Если сравнить набережные Челны и Елабугу, население в Челнах свыше 500 тысяч, а в Елабуге там 82-700 на сегодняшний день, то обращение населения по земле одинаковое количество. Елабуга даже превышает. Поэтому говорить, что маленький город и нет вопросов и проблем по земле, то не совсем правильно. Ну и потом, наверное, самый главный вопрос, что развивается экономическая зона. Она составляла площадь 2000 гектаров. Сегодня уже подпишено трёхственное соглашение с нашим президентом. Мини-экономразвитие и естественным муниципалитетам эта зона увеличилась до 4000 гектаров. Если мы говорили, что будет 60 резидентов, сегодня мы уже говорим, что будет 120 резидентов. Минимум 20-30 рабочих мест. А если умножить на среднестатическое, там численность семьи, там три человека, плюсом 60 тысяч народу, ещё будет население жить в Елабуге. Естественно, земельных вопросов очень много. Ну и потом, надо в любом случае, формально подходить нельзя. Я всё раз повторяю, потому что контроль должен быть везде. И если на уровне главы администрации не будешь через свои руки, через свою службу пропускать каждый не гектар, а каждую сотку земли, естественно, будет очень много коррупционных схем. Потому что соблазнов очень много. Спасибо. Ну и последнее, никак не связанное с сегодняшней темой, но сейчас на слуху в СМИ. Дело Сигала такое возникло. И в сообщениях, это скорее, наверное, вопрос к Алексею Юрьевичу, в сообщениях МВД Российской Федерации звучат предложения о том, что отработаны коррупционные связи региональных и муниципальных чиновников. Вам что-то известно, что стоит за этой фразой МВД России? Я скажу так, пусть это будет на совести МВД России. Что они там заявляют? То есть вы не владеете информацией пока по данному расследованию? Только то, что сообщается МВД России. Спасибо. Я благодарю всех участников сегодня. Спасибо за скорее внимание, да, а у вас следующее участие. Спасибо.